итак квартира 200 метров двое проживающих и первое с чего мы начали это работа с пространством то есть планировка как мы все обустроили сейчас я вам покажу первое что мы сделали это разделили всю квартиру на три функциональные зоны первое это так называемая общественная зона то есть прихожая далее гостиная кухня и столовая и эта часть квартиры находится как бы с одной стороны а следующая часть квартиры эта территория которая принадлежит только ее хозяевам то есть там спальня с гардеробом и ванной есть еще 3 часть это гостевая то есть гостевой санузел и гостевая комната вот такие три функциональные зоны получились в этом большом 200 метровом пространстве но сейчас все по порядку итак первое функциональное пространство называется гости его и начинается она конечно с прихожей здесь прихожая большая просторная она со масштабно и соразмерно всему общему пространству то есть она попросту большая и конечно же в самой прихожей есть гардероб вот он в любой прихожей должен быть гардероб ну или как минимум шкаф для верхней одежды кстати если у вас семья большая то вы как-то считайте сколько у вас одежды висит для того чтобы потом вся эта одежда не висела на каких-то гвоздиках ну я про эту квартиру здесь у нас станет очень красивая резная дверь пока ее нет потому что здесь завершается ремонт уже вот 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 и мы начнем расставлять мебель развешивать шторы но пока мы изучаем пространство итак это гардероб при прихожей и здесь есть еще одна секретная дверь потайная комната в которой разместилась постирочная она у нас спрятана подальше от спальни подальше от всех гостевых пространств но зачем ее кому-то показывать и демонстрировать есть небольшая комната в которой спряталась стиральная машина все необходимое оборудование здесь будет сушильный шкаф стоять есть небольшая раковина если чего обувь помыть или лапки собачки всякие шкафчики в общем это техническое помещение прихожая закончилась сейчас идем в следующее помещение это гостевая комната то есть гостиная в которой стоит диван кстати обратите внимание вот здесь вот при входе очень большое скопление оборудования электрического здесь у нас повсюду теплые полы которые постепенно по очереди включается выключается и вот все они здесь размещены также щитки автоматы и все это будет закрываться картиной которую мы специально рисуем для этого интерьера обязательно в любом интерьере конечно должны быть арт-объекты картины которые безусловно украсят и сделают пространство дороже и так это общее большое пространство здесь диванная зона напротив телевизор который тоже будет как арт-объект дальше направо вы видите здесь будет кухня дальше столовая вот она сама кухня здесь у нас еще ведутся работы завершают как раз работу над кухонным гарнитуром сама кухня очень интересно оформлена она сделана с островом и это очень удобно когда вы находите здесь на кухне и готовите стоите за островом получается что вы лицом гостям которые у вас либо вы смотрите что там в окне происходит а виды здесь очень хороший я вам скажу поэтому есть на что посмотреть поэтому когда вы готовите вы получаете удовольствие они стоите лицом к стене спиной гостям вот как он только что стоял дальше здесь же у нас рядом столовая вот в этом прекрасном месте будет находиться стол рядом с окном и когда вы сидите и принимаете пищу вместе с гостями вы наслаждаетесь не только разговором 0 и видом из окна а здесь как раз течет речка красивая набережная в общем все красиво и по фэн-шую вот так вот выглядит это общее пространство здесь мы можем ходить кругами она достаточно большое по мне так очень хорошо свободно и комфортно места там много здесь помимо дивана будет стоять еще два кресла которые повора повора поворачиваются эти кресла поворачиваются и когда мы смотрим телевизор мы их поворачиваем к центру зала когда мы хотим полюбоваться видом из окна мы их поворачиваем к окошку сидим протягиваем ножки и наслаждаемся видами из окна в общем все продумано кстати еще полно места для танцулик остается можно тусовки организовывать и так это было общее пространство но сейчас я вам покажу очень интересное необычное пространство под названием территория родителей хотя тут уж родители то выросли дети выпорхнули так сказать из гнезда и это просто так называемая мастер спальня пойдемте я вам сейчас ее покажу наша мастер спальня скрыта за этой дверью дверь невидимка эта дверь invisible кстати говоря производитель софи очень хорошие двери но это не реклама это на самом деле так но пойдемте смотреть что за ней итак мы заходим сюда во внутреннее пространство и попадаем в такой небольшой коридорчик если мы пойдем направо то там собственно говоря будет спальня это большая комната в которой будет стоять большущая кровать здесь будет стоять красивый комод ну и прочая мебель огромный красивый ковер естественно здесь лежать вот это место для сна номер один номер два гардероб это мы уже идем в другую часть квартиры здесь у нас не работает свет пока еще не подключили поэтому я буду немножечко в полумраке но ничего страшного так вот это вторая часть мастер спальни здесь у нас будет один шкаф здесь второй шкаф условно мужской и женский посередине будет остров но конечно же с украшением для милой дамы женщины любят все такие штучки и вот это все пространство ограничивается вот этими перегородками мы их можем закрыть вот так вот и у нас мастер спальня станет мастер спальни я потом позже расскажу зачем мы сделали здесь перегородки что у нас там дальше а пока я вам покажу номер три помещения в мастер спальне это то что вы видите вот сейчас за этим стеклянным кубом как вы думаете что там пишите в комментариях вашей версии а там тогда ванная комната а вот это вот на самом деле макс так называемая смарт стекло то есть сейчас она матовая а когда мы нажмем на кнопочку она станет прозрачная правда сейчас мы не нажмем на кнопочку потому что его еще не подключили но потом в будущем ролике я вам конечно покажу как это работает короче говоря вот здесь за стеклом ванная и получается что из того окна дневной свет проникает в ванну а из ванной мы сможем любоваться видом из окна писать как круто по ну так или иначе наша ванна находится в этом едином автономном пространстве под названием мастер спальня и вот мы в нее заходим и вот она то что я называю ванна для релакса это отдельно стоящая ванна в которую мы можем лечь поставить столик выпить чашечку шампанского и полюбоваться видом из окна сейчас пока стекло замокированным кнопочку нам когда сделают чтобы она работала мы нажмем и будем смотреть в окно ну а пока полюбуйтесь отдельно стоящей ванной кстати если надоест вид из окна можно люстры полюбоваться красивый здесь раковина а за этой раковиной есть душевая и унитаз вот такая замечательная ванная комната посмотрите какая великолепная плитка ну просто все шикарно кстати обратите внимание она находится на подиуме ванной я имею ввиду это сделано для того чтобы организовать слив от ванны до стояка поэтому мы подняли подиум третья функциональная зона в этой квартире это гостевая она состоит из двух помещений первое это сама комната сама спальня ну сейчас здесь темно и не очень-то что-то видно ну может быть будет видно фреску на стене это гостевая спальня она может использована и как кабинет и как место для гостей а также здесь еще есть гостевой санузел посмотрите какой он необычный а по гости точно удивятся когда попадут в такой туалет посмотрите какая раковина сделана из цельного куска камня с выпиленной внутри раковиной здесь сделано декоративная штукатурка и когда мы сюда попадаем ну точно удивление гарантированно это абсолютно точно вот такой у нас интересный гостевой санузел и все это является собой функциональную зону номер 3 которая называется гостевая но сейчас я вам покажу еще одну фишку когда мы проектировали эту квартиру мы ее рассматривали не как комнаты 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 а мы пытались сделать пространство интересным и вот у нас появилась вот такая вот галерея которую мы назвали променад там откуда сейчас камера снимает там как раз обеденный стол стоит дальше это свободная зона где мы можем сидеть на креслах смотреть в окно идем дальше пешком идем идем вдоль вот этих вот замечательных панорамных окон и попадаем вот в эту так называемую лаунж зону в этой лаунж зоне будут стоять лежаки такие знаете топчаны и хозяева а может быть и их гости будут возлежать как древние греки античные на трик линиях лежали попивали вино и вели светские беседы вот так же и наши хозяева будут собственно говоря это и делать но это еще не все дальше из этой зоны которая фактически является в общем-то зоной хозяев они могут попадать в свою спальню помните я вам говорил про перегородки если мы их закроем то здесь у нас получится комната а если мы их откроем то собственно вот это лаунж зона плавно перетекает в спальню хозяев здесь гардероб как вы помните но чтоб совсем не скучно было и забавно так мы идем дальше и можем обойти все это помещение вокруг и сейчас внимание я выйду с той стороны таким образом у нас получается круговое движение и мы можем в разных направлениях передвигаться по этой квартире вот я здесь зашел тут опять вышел в общем даже двое человек когда будут находиться здесь в этой квартире они могут ходить и не встречаться друг с другом часами днями и неделями в общем друзья вот такая вот квартира такое вот интересное необычное пространство которое мы постарались сделать еще интереснее чем она была изначально поэтому если вам понравилось ставьте лайк обязательно подписывайтесь на канал если вам интересно посмотреть продолжение послушать рассказ про дизайн что мы здесь придумали а проект называется галерея гламура то пишите в комментариях и если их наберется достаточное количество то мы снимем продолжение я расскажу про дизайн расскажу почему здесь такие цвета почему потолок черный какие картины мы сюда выбрали и вообще расскажу про дизайн все пока